Здравствуйте, с вами Александр. МЧС вчера дало предупреждение о сильном юго-западном ветре. Ну а я заехал проведать свои любимые ивы и звилистые на своей любимой речке. Сейчас мы посмотрим, как они заметили, адаптировались, как пришились. Идем к ним. Первую звилистую иву я посадил около этого пенечка. Сейчас мы к ней подойдем. Так, вот она наша красавица. Ничего так себя чувствует. Листики, конечно, слегка подвяли. Не такие прям живучие. Ну и погода, конечно, уже. Но, тем не менее, они не засохли, не высохли, не пропали. В принципе, ивочка, прутик живой. Ну и потихоньку там собираются пускать корни, образуют канвис. Воды в реке немножко прибавилось. На той неделе совсем все печально было. Сейчас хоть там по колено, наверное, виднеется. А то было ниже колено. Прям можно было речку тут взять и при желании перейти. Желание, правда, такого не возникло, потому и не переходили. Ну уже хоть чуть-чуть симпатичнее. Ну, блин, как кость вот это дно. Голая кость торчалая. В общем, ладно, не будем. А печально. Будем надеяться на лучшее, что река все-таки восстановится. Вот эти вот голые белые кости в виде обнажившегося дна мы больше видеть не будем. Итак, смотрим на нашу вторую красавицу. Вот здесь я ее воткнул. Ну, тоже так выглядит ничего. Его листики слегка подвяли, но живые и не осыпались. А раз не осыпались, значит, живые. Так, вот они тут рядом, грибочки. Какие красавчики выросли. Что это за грибочки такие? Кто знает, может быть, подскажет. Такие красавчики. Так, ну, а мы идем дальше. Идем, идем, идем. Где-то я тут тоже, наверное, сажал. Там два места красивых. Ну, ладно. Ага, вот она еще, наша красавица. Вот она растет. Нормально принялась. Смотрим листики. Ну, лист, конечно, прям не сказать, что сочный, но опять живой. Вот он, высохший лист, упавший. Вон, и здесь все листики живые. Хотя есть и упавшие. Так, это меня, конечно же, радует. Идем дальше по берегу. Здесь, наверное, родники бьют или просто воды от дождя. Очередная наша красавица. На островке водно-то. Вот так растет. Замечательно себя чувствует. Вот, листва также сохранилась. Все равно листва нужна. Да, солнышка сейчас практически нету. А так бы еще пару дней солнышка, чтобы там им полегче зацепиться, силы набрать. Ну, все равно, я думаю, все это произойдет. Так, так, так. Неужели я на таком расстоянии ничего не воткнул? Прямо аж интересно. Идем дальше. Да, ну, речка хоть на речку похожа стала. Правда, тут даже выше колена. Прям повеселее уже. На воду похоже. А то, ну, печальное зрелище было на той неделе. Так, вон, вижу. Вдалеке очередная красавица. Вот она, наша красавица. Тоже, я думаю, хорошо принялась. Листики, да, видно, чуть-чуть подгорели. Ну, и погода, правда, сейчас ноль или там плюс один градус. Вот еще одна красавица. Эту я воткнул уже туда, ниже, в песочек был рыхленький. Ну, и здесь, кстати, листочки чуть повеселее. Получше выглядят. Там все-таки влаги чуть-чуть не хватает. Ну, тут вода поднялась. В принципе, для ивы это не страшно. Ну, потом берег будет вот здесь, допустим, у этих пеньков. А это все будет под водой. Она также, думаю, из воды будет расти. Все равно лишний раз стараюсь сажать берег. Так, вот он еще островочек, на который я тыкал его. Ну, тут, да, вон, чуть-чуть, вон, листики, видно, подвявшие. Было у меня пару веточек, выскочивших из моего ведра и подвялились. Вот это, наверное, скорее всего, одна из них. Вот видно там слегка завявшие листики. Вот, видно, завявшие. А те зеленькие, да, они там влагу частично потеряли, но погибнуть не погибли. Так, идем дальше. Идем, идем, идем. Посматриваем наши извилистые красавицы. Вот еще одна. Да, слегка такой потускневший лист. Вот тут и подсушенный. Хотя втыкал хорошо. Так, и идем дальше. Очередной островочек. И очередная наша ива извилистая. Ну, тут тоже такое состояние среднее. В принципе, я думаю, нормально. Даже если бы листья бы отсохли и отпали, все равно это было бы не страшно. Прутик сам живой, с соком сочный. Но он бы так же, я думаю, набрал бы силы. Вот она наша еще одна красавица. Здесь хорошо себя чувствует. Может, и тут и морозом не треснула. Такая вроде веточка небольшая, а листики такие сочные. Может быть, из-за того, что тут такая вот полутень от этих дилеев, ее солнышко мне присушило. Хотя и солнца-то практически не было. Так, и наша заключительная извилистая ива. Вот там на пляжике. Сейчас мы еще до нее подойдем. И посмотрим, как она себя чувствует. Потому что там было самое сухое место. Но вот отсюда листики вижу. Вижу листики. Вот они, гуси, собрались на берегу реки. Сейчас испугаются, в воду пойдут. Гуси, гуси, га-га-га. Так, и вот она наша очередная извилистая ива. Да, несмотря на то, что водички тут поменьше, но листик, тем не менее, остался живой. Вот он себя хорошо чувствует. Не сказать, что прям прекрасно. Ну и неплохо. Вот так я ее воткнул. Вот так она выглядит. В принципе, я думаю, подарок оказался удачным. Прижился. И растет она очень быстро. А если она здесь, да, она, я думаю, приживется, то уже за будущее лета тут рост составит выше меня. А может быть и полтора меня, а может быть и два. Хотя и метр восемьдесят восемь. Ну, с ботинкой метр девяносто. Так что растет она очень хорошо. Энергетика обладает, кстати. Тоже смотрел водные сады Александра Марченко. Вот он там рассказывал про иву. Как он уставший уже там до дома, еле полз. А тут увидел иву захотел по встрече кончики. И слив, 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 пока не увидел, что он уже летел в темноте, на фоне светлого неба. Кстати, заходите на канал Александра Марченко. Очень интересный канал, очень интересные растения. Еще со временем этим всем будем заниматься. И тоже всю эту интересную водную растительность рассаживать вот здесь. Ну, а так, ну, вы видите, где тут у нас кувшинки, лилии, немфеи и все еще прочие там, илицы водяные. Ничего нету. Вот это все здесь должно расти. И оно здесь раньше росло. Вот надо это восстанавливать. Так что, я думаю, у Александра Марченко я тоже, наверное, буду приобретать некоторые растения. Ну, надеюсь, и вы приложите к этому усилию. Ну, что у нас таких мало? Кто-то это делает скромно, никому не говоря. Но опять, почему скромно, никому не говоря, как будто вы делаете что-то плохое. Вот мне там один оппонент стирал. Да вот мы там сажаем и никому ничего не говорим. Почему вы никому ничего не говорите? Сажайте, пропагандируйте темы. Давайте скажем, чтобы вот эта наша лысая пустыня превращалась в наш рай, из которого нас никто не выгонял, а мы тупо его сами уничтожили. На этой позитивной ноте будем закругляться. Всем всего доброго, счастья, здоровья. Сажайте растения, приручайте окружающую среду, дружите с ней. И она вам ответит за имностью. Всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.